Композитная отрасль Композитная отрасль Композитная отрасль механизм работы промышленных кластеров, и в том числе выявление по данному механизму инвестиционных ниш, наращивание добавочной стоимости за счет кооперации и развитие кластерной инвестиционной платформы. Ну и дополнительным постановлением, регламентирующим, что такое промышленный кластер, является 779-е постановление. Тут я уже дополнительно не буду останавливаться. Хотелось бы просто добавить, что в дополнение к тем нормативно-правовым актам, которые сейчас представлены перед вами, существуют также меры государственной поддержки участников промышленных кластеров, которые и стимулируют реализацию ими проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции. Следующий слайд. Не случайно данное мероприятие проходит в Санкт-Петербурге. Еще в 2022 году хотелось бы напомнить, президентом Владимиру Владимировичем Путином был озвучен ряд поручений по обеспечению нового льготного режима работы промышленных кластеров. Уже и на коллеге на слайде можете увидеть, что, в принципе, произошло после данных поручений. На текущий момент мы имеем следующий результат. Прошу переключить на следующий слайд. На текущий момент, в 2014 году, когда было закреплено в 488-м федеральном законе понятие промышленного кластера, и в 2015 году было утверждено 779-е постановление о промышленных кластерах и специализированных организациях промышленных кластеров, было создано 43 промышленных кластера, которые располагаются на территории не менее чем 36 субъектов Российской Федерации. Все данные промышленные кластеры внесены в реестр Минпромторга. На картинке вы, уважаемые коллеги, можете увидеть распределение данных промышленных кластеров по федеральным округам. Данная мера поддержки подтвердила, данный механизм подтвердил свою актуальность, что также представлено цифрами. На период до 2022 года участниками промышленных кластеров были реализованы инвестиционные проекты на общую сумму порядка 24 миллиардов рублей. И было также уточнено, что на 1 рубль бюджетных инвестиций, согласно мерам поддержки, приходится 6 рублей вне бюджетных инвестиций. Это действительно не самый плохой результат. Прошу переключить на следующий слайд. Ключевые требования, уважаемые коллеги, вы можете увидеть на данном слайде, буквально обзорно про них пробегусь. Это наличие специализированной организации промышленного кластера, то есть такой структуры, которая управляет, можно сказать, промышленным кластером. Но к этому вопросу еще вернусь. Это требования о том, что располагается на территории одного либо нескольких субъектов Российской Федерации. И ключевые два требования – это то, что промышленный кластер должен состоять из не менее чем пяти промышленных предприятий, связанных между собой функциональной зависимостью. А также его участники должны реализовывать не менее чем три проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции, промышленного кластера. При этом не обязательно, чтобы абсолютно все участники промышленного кластера участвовали в данных проектах. Все три проекта может реализовывать, например, один инициатор в совокупности с другими участниками промышленного кластера. Следующий слайд. Да, и действительно, помимо очевидного преимущества кластеров в виде государственной поддержки, о чем я также еще вернусь, дополнительным плюсом является возможность декомпозиции производственного процесса на переделы с целью выявления инвестиционных ниш, что позволяет привлекать новые инвестиционные проекты. И выявление, хочу еще раз напомнить, инвестиционных ниш как раз таки отражено в том числе в стратегии развития обрабатывающей промышленности как одно из приоритетных направлений. Уважаемые коллеги, на слайде можете увидеть определение такого термина, как инвестиционная ниша, но тут хотелось бы пояснить. Я прошу закругляться, уже у нас совсем время вышло. Да, прошу тогда переключить на следующий слайд. Уважаемые коллеги, буквально прошу еще одну минуту для дополнительного пояснения и результирующей части. Все-таки промышленный кластер – это объединение субъектов деятельности в сфере промышленности. И как я уже сказал, помимо того, что участники промышленного кластера могут претендовать на меры государственной поддержки, которые недоступны для некоторых других видов промышленных предприятий, Данный механизм позволяет определять инвестиционные ниши. И такая работа активно ведется, ассоциации совместно с некоторыми регионами страны, так, например, Республикой Башкортостан, на территории которой было выявлено свыше 20 проектов только в течение этого года, так и Омской области. Там тоже порядка 20 проектов. И, уважаемые коллеги, вы можете увидеть на данном слайде пример агропромышленного кластера, который располагается на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области, там, где специалистами, в том числе специализированной организацией промышленного кластера, были выявлены следующие инвест-ниши и определены проблемные зоны для каждого передела, увидев которые, инвестор может понять, куда можно заходить, какой объем инвестиций требуется и какой спрос на продукции будет, то есть экономическую эффективность проекта, а также те предприятия, которые будут заинтересованы в реализации данного проекта и в закупке промышленной продукции. Прошу переключить на следующий слайд. Да, тут действительно не успеваю. Одним из ведущих промышленных кластеров страны является тот кластер, о котором уже сегодня не раз упоминалось. Это в том числе кластер «Композиты без границ», который такую же работу проделывал. И эту презентацию мы вам также направим, уважаемые коллеги. Следующий слайд. Осталось буквально их две штуки. Следующий слайд. Да, и та структура, которая выявляет инвестиционные ниши, как уже сказал, называется специализированной организацией промышленного кластера с теми функциями, которые она выполняет, помимо выявления инвестиционных ниш, поиска инвесторов, вы можете увидеть на данном слайде. Прошу переключить на следующий слайд. Да, и самое интересное, конечно, это меры государственной поддержки. Буквально обзорно, на какие могут претендовать участники промышленного кластера. Первое – это льготные кредиты по ставке 30%, ключевой ставки Центробанка Российской Федерации плюс 3%. Это срок действия данных кредитов составляет период инвестиционной фазы плюс 2 года. Это сниженные тарифы страховых взносов для работников, занятых к реализации проекта по производству импортозамещающей продукции. А это субсидия на приобретение стартовых партий продукции, по которой можно возместить на каждый вид покупаемой продукции до 150 миллионов рублей, а также упрощение администрирования в формате налогового и таможенного мониторинга. И последний слайд, прошу поставить. Да, вы, наверное, спросите, уважаемые коллеги. Также видели от вас, Вадим Николаевич, письмо с таким предложением, чтобы управляющая компания промышленного кластера, специализированная организация промышленного кластера, могла также получать меры государственной поддержки. Мы обсуждали данный вопрос с регулятором в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, на что действительно получили ответ, что на текущий момент на федеральном уровне предоставление мер государственной поддержки для специализированных организаций не предоставляется возможным. В дополнение к этому уже могу вам отдельно пояснить, какие это причины. Но ничего не мешает тому, чтобы на территории субъекта действительно разработать и предоставлять уже в рамках региональных мер поддержки действительно такую поддержку, в том числе специализированной организации промышленного кластера. И, уважаемые коллеги, вы можете увидеть на слайде те регионные лидеры, которые на текущий момент наблюдаются в деятельности промышленных кластеров и которые ввели на уже региональном уровне дополнительные стимулирующие меры, помимо тех государственных, которые действуют на всех территориях Российской Федерации. Введены были следующие меры, это субсидии и гранты, они действуют на территории Челябинской, Тюминской области, Республики Машкортостан. Это льготные займы, которые предоставляются в Чувашской Республике и Республике Машкортостан, а также на территории Рязанской области действуют налоговые преференции. И совсем недавно, 18 октября, было направлено письмо от Департамента региональной промышленной политики, Министерства промышленности и торговли на все субъекты с проектом нормативных актов, на которые регион может опираться при введении дополнительных стимулирующих мер уже для участников промышленных кластеров, которые располагаются на их территории. Доклад окончен. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, уважаемые коллеги, так же. Продолжение следует...